С вами Елена Литвиненко. Хотелось бы поговорить с вами о причинах нашего волнения и неуверенности. Причём не только во время публичных выступлений, но и вообще на публике. Привет всем, кто присоединяется. Я рада вас видеть. Вот это вот внутреннее волнение, ощущение не в своей тарелке, на публике. У многих людей возникает от того, что они просто не знают, что говорить, или они не уверены в том, насколько хорошо они говорят. Существует также такая деталь, что люди не принимают себя. У них есть внутреннее убеждение, что они недостаточно хороши. То есть низкая самооценка. И вот эта низкая самооценка очень часто происходит от того, что люди просто застенчивы. То есть стесняются, проще говоря. И от этого происходит вот это вот самое внутреннее волнение, которое не позволяет им раскрыться в полной мере, которое заставляет их забывать слова. Ну, просто человек застенчив. И вот сегодня именно вот про застенчивость поговорим. Мы уже с вами говорили о том, как готовить тексты, как разогреть голосовой речевой аппарат, как сделать свою речь более яркой, интересной, вот используя какие-то ораторские, риторические приёмы. Но вы всё это, к примеру, сделали, но вы всё равно стесняетесь и волнуетесь. И в данном случае, если у вас нету такой проблемы, когда вы общаетесь, разговариваете с друзьями, приятелями, с хорошо знакомыми людьми, да, но такая проблема появляется, когда вы находитесь при большом скоплении народа, да, причём неважно, оффлайн или онлайн, то, скорее всего, внутри вас сидит вот этот вот маленький ребёнок, которому не по себе. Ага, спасибо, спасибо за то, что вы откомментировали, что это чудесная тема. А вы знаете, что вообще существует такой факт, что практически каждый пятый ребёнок на планете рождается интровертом. Да, то есть человеком, зацикленным на своих внутренних переживаниях, скажем так, да, они внутри себя в основном. Это у них такой развитый внутренний мир. К этому предрасположенность может быть, вплоть до того, что генетическая, семейная, да, то есть если у вас мать или отец интроверт, то большой процент, там до 70%, что и ребёнок может стать интровертом. Причём представьте, вот эта вот застенчивость, стыдливость, да, которая приводит к вот к низкой самооценке, она, по мнению психологов, вообще излечивается, что называется, устраняется достаточно быстро. Так вот, несмотря на то, что люди были интровертами, были глубоко стеснительными личностями, они стали знаменитыми, я бы даже сказала великими. Ну, к примеру, такие известные поэт Лермонтов, Гоголь, композитор Чайковский, они были вот такими вот стеснительными. Они не любили публики и большого скопления народа. И вот благодаря тому, что они были очень направлены внутрь себя, они вот таким образом, это было их, знаете, как выражение себя в поэтических строках, в звуках музыки. Вот так вот. Расскажу ещё одну такую историю, потрясающую. Правда, человек этот, американец, зовут его Фрэнк Вулвард. Это тот самый Вулвард, который создал сеть магазинов Вулвард, супермаркетов. Когда он был молодой, ему было всего 21 год, он поступил на службу в магазин помощником продавца. Вот он был настолько застенчив, представьте себе, что он даже ни в коем случае не мог расхваливать товары, естественно, которые там продавались. Более того, знаете, как раньше люди узнавали цену на товары? Они просто спрашивали, сколько стоит один или другой товар. Так вот, Фрэнк был настолько застенчив, что он даже пару раз падал в обморок. И он не мог общаться с покупателями. Настолько он старался всё время быть незаметным, спрятаться где-нибудь, уж какой там отвечать на вопросы покупателей. И представьте себе, однажды ему пришла в голову такая мысль, чтобы его не уволили. Он взял и на листочках, написал цены товаров и развесил их на все представленные ассортимент на весь. И после этого, конечно же, прославился. Потому что мы знаем, с тех пор и началась эра ценников в магазинах. Мы сейчас даже себе не представляем, как это так нет ценников. Если вдруг нет ценников, у нас как-то такое даже ощущение, как это так, почему нет. А было такое время, когда их не было. И, конечно же, весь товар был раскуплен, и Вулвард стал знаменитостью и основателем этой сети супермаркетов. Да, была такая история. Из современности. Есть такая актриса Руни Мара. Ну, самая, скажем так, ее знаменитая роль – это роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Кстати говоря, их два этих фильма. Так я о том фильме, который Дэвид Финчер снял. Вот, так вот, Руни Мара, она там играет девушку такую годку, годку такая, скажем так, очень неоднозначная фигура. И более того, она там совершенно не похожа на себя. Там у нее, мало того, что тут татуировка, там у нее еще пирсинг. И она там оголяется несколько раз. И даже участвует в лесбийской сцене. Хотя по жизни Руни Мара весьма застенчива. Она считает себя интровертом. Она очень стеснительная. Как? Как может человек это сыграть? Вопрос, да? Потрясающе. Вот именно благодаря тому, что она входит в роль, и она уже как бы не она, да? И в роли персонажа, да, как персонаж, она уже действует и говорит совершенно иначе. И вот потому ей так и нравится играть, что она может сказать или сделать что-то такое, чего она в жизни никогда бы не сделала и не сказала. Она говорит, я раздвигаю границы таким образом свои. Вот представьте себе, какие интересные есть факты. Но что же делать людям, которые застенчивы, и которые как бы не хотят становиться пациентами психологов? Конечно же, существует несколько как минимум рекомендаций для таких людей, для того, чтобы им стало попроще и общаться, и находиться в области, в обществе большого количества людей, в какой-то компании большой. Ну и, разумеется, выступать публично. В том числе, первый, вот, про Руни Мару сказала, да? То есть попробуйте на себя одевать какой-то образ. Надевать, правильно говорить, надевать, конечно же. Ну, по поводу образа тут как-то двояко, да? Вот. Так вот, преобразиться путём внутренней работы такой, да, психической диалога с самим собой. Оденьтесь таким образом. Создайте образ, скажем так, такой в зеркале или в кадре, да? Я, к примеру, эксперт, я тренер, да? Я уже не просто там Лена, Маша или Владимир Иванович, да? Вот. Я эксперт, я лидер, я тренер. Это мой образ. И вот в образе я уже и говорю иначе, и действую иначе. То есть попробуйте создавать образ. Включайте немножко своего актёрского мастерства. Ну, и теперь, как говорится, рекомендации немножко попроще. Так, а вы пока что так. Подождите, подождите, подождите. Ага. Входить в роли, раздвигая собственные грозеницы, пишут нам в комментариях. Это гениальный подход. Да. У каждого человека люди в данном случае обычно говорят, что вот у меня неразвитые актёрские способности. А теперь, тадам, маленький пример. Когда вы разговариваете с ребёнком и читаете какие-то книжки ему, рассказываете какие-то истории, вы же достаточно легко входите в роль медведя, да? Или зайки-попрыгайки, да? Вы же не читаете сказку ребёнку монотонно, абсолютно монотонно. Дети этого не любят. Вот. Когда вы превращаетесь для своего ребёнка в лошадку, это как? Это актёрское мастерство или как это назвать? А когда вы пытаетесь скрыть какие-то свои, может быть, нежелательные, к примеру, на работе действия, да, и говорите, глядя прямо начальнику в глаза, да-да-да, я как раз этим занимаюсь, в то время как у вас какая-нибудь там компьютерная игра открыта на мониторе, да, в компьютере. Это как, актёрское мастерство или это просто ложь? Если вы, как бы, сами себя убедили в том, что да-да-да-да-да, да, потому что вы знаете, что вот вы сейчас, через секунду, действительно начнёте этим заниматься, и поэтому это выглядит очень убедительно. Так вот это те самые зачатки актёрского мастерства, и если их включать в себе, то ваши ожидания, как говорится, будут оправданы. Ну и если пока что не получается, есть, конечно, и попроще рекомендации. Ну, к примеру, а вот что хотела сказать, да. Прежде всего, старайтесь адекватно оценивать людей, с которыми общаетесь. Если какой-то человек на вас косо посмотрел из-под лобья или сказал что-то каким-то таким резким тоном, многие люди с душевно тонкой организацией начинают принимать это на свой счёт. И опять же, занижают свою самооценку. Ой, я что-то не так делаю, ой, он на меня посмотрел, что-то не так, и так далее. Но ведь вполне возможно, что у человека просто болит голова. У него свои какие-то неприятности. А вы тут, что называется, просто под руку попались. Так вот не надо переносить состояние других людей на оценку себя. И это главное. И вот это надо контролировать в первую очередь. Иначе так. Какой-то комментарий, кто-то, какой-нибудь тролль, не представляющий из себя ничего в этой жизни написал вам, а вы уже в истерике. Да у человека, у самого, как говорится, комплекс неполноценностей. Отнеситесь к нему снисходительно. Ну вот. Не надо от этого падать в собственных глазах. Еще одна история. И такая тоже рекомендация, которая действительно работает. Бросьте себе самому вызов. Вызовите себя на слабо, да. Знаете как? А тебе слабо, к примеру, вот зайти в дорогой магазин, опять же, изобразите себя светскую львицу, да, и начать мерить какие-то дорогие вещи. Слабо разговаривать с продавцами на равных, а то и немножечко подача сверху, да, такая легкая. Вот. Слабо А пойти, как говорится, куда-то, где большое количество народу и начинать общение с людьми первому начинать, да. К примеру, самый простой способ. В супермаркет. Я тоже, кстати говоря, в своей жизни с этого начинала. Поверьте, когда мне было лет там пятнадцать-шестнадцать, я была ужасно застенчива. Для меня выйти на сцену это была целая психологическая подготовка. Но я выходила. Потому что я занималась музыкальной школе, и мне нужно было играть, соответственно, академические концерты. Вот. Потом я вообще как бы по внутреннему такому состоянию лидер, и поэтому мне нужно было выходить перед людьми. Но как выходить не краснее с ног до головы, а я в детстве была блондинка, и прямо краснела, что, как говорится, до корней волос. Вот. И я брала себя на слабо. А тебе слабо пойти и вот заговорить с людьми просто в магазине по поводу качества хлеба, по поводу свежести чего-нибудь там, по поводу еще чего-то. Всегда найдется, что спросить и о чем поговорить. Супермаркет замечательная площадка для этого. Вы потом этого человека никогда в жизни потом не увидите. Что он о вас подумал? Вам будет, вам должно быть глубоко плевать. но вот не постесняться, а первому завести разговор это значит сделать какой-то шаг. Ну, и я призываю вас тренируйтесь. Я тоже в свое время тренировалась и, как видите, поступила на актерский факультет, что было не так просто. Там у нас был конкурс 11 человек на место и актрисой проработала много лет. Ну, а сейчас как бы регулярно выхожу в эфир, записываю видео и отношусь к троллям снисходительно. Так. А, вот-вот еще. И последнее, пожалуй, что я хотела бы сказать. Специально себе записала некоторые моменты. Тезисы. Знаете, как? В ораторском мастерстве тезисы известная, проверенная штука. Поэтому стоит ими пользоваться. Используйте чувство юмора. Развивайте его в себе и в первую очередь шутите над собой. Ну, вы обратили внимание, во многих моих эфирах и видео я как бы подшучиваю сама над собой и улыбаюсь, и какие-нибудь шутки-прибаутки, да, говорю. Почему? Потому что это сильно разряжает обстановку и сам себя при этом чувствуешь легче и проще. Ну, что-то не получилось, честно. Признался в этом, что-то, рассказал какую-нибудь историю с этим связанную, или какой-нибудь анекдотец включил. Просто вот нужно, как говорится, этот вот пласт, который, которым мы пользуемся, да, скажем так, словарный запас, лексикон, вот какие-то фразеологизмы, какие-то цитаты. Все время надо, знаете, как говорится, их поглощать и накапливать для того, чтобы в любой момент какой-то затруднительный у вас было, что по этому поводу сказать, а особенно шутка. Так что, если вы по натуре застенчивы и, но вам есть, что сказать людям, и вы хотите выступать публично, то начинайте работать над собой уже сегодня. И я желаю вам успехов самостоятельно избавиться от вот этой вот неприятной застенчивости. Ну, а если вдруг не получится, помните, что психологи говорят, это снимается довольно легко и практически у всех людей. Ну, а на сегодня позвольте откланяться. С вами была Елена Литвиненко. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok